Всем привет! Вы на канале Вульфи и Нитрюс. Сегодня мы играем в Black Desert Mobile и я хочу поговорить о групповом контенте, групповом покорении Миру Мог Дозорный Офин. Его добавили буквально на прошлой неделе и на прошлой неделе я прошлепала заход, поскольку сюда можно попасть только в определенное время. И наконец-то я добралась, теперь готова вам показать, запилить видео обзор на это покорение, рассказать свои впечатления, советы, рекомендации, ну и в принципе объяснить, что это такое для тех, кто еще либо не дорос до этого контента, либо может быть пропустил вообще его добавление. А спонсор сегодняшнего видео это кинотеатр Премьер. Здесь можно найти самый популярный русский контент, контент собственного производства, который больше нигде не найти, например там сериалы, если кто-то любит смотреть. Тут только одна подписка, весь абсолютно контент всего стоит 200 рублей, но по нашему промокоду, код действует до 30 июня, можно получить целый 21 день бесплатно. И на следующий месяц, если захотите оформить подписку, скидка 50%. Промокод доступен абсолютно для всех, главное условие это если у вас не активирована в данный момент подписка, то есть либо регистрируйте новый аккаунт, либо активируйте на старом. Промокод и ссылка на активацию будет в описании к видео. Групповое покорение Офин это что-то вроде древних руин, только посложнее, то есть по такому же принципу подбирается группа. Чтобы попасть туда, ты нажимаешь меню и вот оно, групповой контент, групповое покорение. Когда время входа открыто, а именно среда, суббота с 11 до 2 по серверному времени или же с 7 вечера до 2 ночи, следующего дня тоже по серверному времени. Чтобы посчитать московское время, прибавляем 2 часа и так дальше по регионам. И вот когда вход открыт, то вместо вот этого таймера у тебя есть кнопочка либо создать группу, либо присоединиться к уже созданной. Написано, что это групповой контент для 33 тысячи плюс БС, но я сюда ходила и в 31, думаю, что если у вас меньше, вам тоже сюда стоит попытаться сходить. Главное, помните, что воскреснуть здесь нельзя, поэтому нужно четенько двигаться, не попадать под масухи. И если вам фортанет с командой и там будут топчики по гиру, то, скажем так, они сделают всю работу, а ваша задача просто дожить до окончания. Зайти сюда можно только один раз в неделю. И если путь славы, например, после прохождения пятого пути накапливается, то здесь групповое покорение, как и фарма обычных мировых боссов, дается одно бесплатное прохождение. И когда-нибудь, возможно, где-нибудь, либо за донат, либо за ивенты, будут выдаваться дополнительные входы, может быть, ведут вообще покупку за жемчуга. Лидер группы имеет вот такой значок короны, и он может ставить метки. Лидером группы я не была, да и, в принципе, честно сказать, эти метки здесь не особо нужны, когда ты уже второй, третий раз, ты понимаешь тактику, ты понимаешь, какая твоя задача, какая цель этого данжа и как его пройти. Поэтому просто заходишь, прогружаешься и вместе с командой бежишь к Офину. Смотришь первый мультик, который нельзя скипнуть. Возможно, когда у меня знание получено, то есть там на следующей неделе этот мультик я смогу скипать, но пока вот так. Как видно, здесь у Офина четыре ноги, и у каждой ноги есть своя особенность. Одна нога называется метеоритная. Офин может периодически запускать метеориты по площади. Дальше есть исцеляющая нога, которая восстанавливает хп всех ног. Не знаю, насколько быстро, не знаю, как часто, но в общем может восстановить. Есть световая нога, которая призывает световые вспышки, которые могут наносить урон по противникам, ну, либо там по одной цели. И ядовитая нога, она призывает туман каждой полсекунды, который наносит урон по площади, опять-таки. Также перед Офином стоит наша подруга, которая называется Найвелла. Это полезный НПС, к которому можно подойти, если у тебя мало хп, например, тебя продамажили, у тебя там осталось 10%, чтобы не стоять баночками и отхиливаться в стороне, подбегаешь к Найвеллин, и она раз там в какое-то время постоянно отхиливает, причем хилит хорошо. Обязательно пользуйся, подходи, тебе это спасет жизнь, поскольку, повторюсь, воскреситься здесь нельзя. Ну и в некоторых случаях, когда кастуются определенные скиллы, к Найвеллин можно подойти, чтобы встать в купол. Демонстрацию каждого скилла Офина я покажу чуть дальше. Суть фарма покорения простая. Нужно, чтобы убер Офин и не погибла Найвеллин. Все. Но есть свои, как говорится, нюансы. Тактика Офина простая. Убиваешь две ноги любых, вот этот мужичок из центра выскакивает и начинает с вами драться сам лично. Доводишь его до 10 полосок хп из 20, он заскакивает обратно и снова начинает кастовать двумя оставшимися ногами скиллы. И дальше по очереди убиваете эти оставшиеся ножки, и он опять выскакивает, тогда ты его добиваешь. И вот я, признаться честно, не с первого раза успешно зашла на Офина. Я раза 4, наверное, сначала вообще как лохушка какая-то там сразу слилась на первых минутах, потом вроде подольше продержалась. И, в общем-то, с пятого раза я более-менее начала понимать, что где и как происходит. Плюс команда хорошая попалась, поэтому смотри. Все абсолютно разы, когда мы заходили, мы начинали бить ногу, которая хилит. Это левая передняя нога. Видимо, это реально критично и нужно от первой этой ноги избавляться. Пока ты бьешь ногу, смотри осторожно по сторонам. Во-первых, нога сама отбрыкается, ты можешь просесть по хп. Напомню, есть НПС, который тебя хилит. Во-вторых, смотришь на центр экрана. Как только появляется надпись о том, что Офин сейчас что-то будет делать, сразу вали отсюда. Возможно, можно как-то эти скиллы эвейдить. Ну, там, например, с какими-нибудь там классами, у которых есть куча цепочка неуязвимостей. Или там блоки какие-то жирные. Или может быть у тебя хп дофига. Может быть, ты переживешь. Но я советую, просто вали с этой поляны, за спину на эвелин, аж туда на прогруз. То есть там, где ты появляешься, когда только-только сюда заходишь. От любого скилла. Кроме, будет один скилл, которым нужно постоять в куполе. Сверху, кстати, для удобства отображаются проценты у каждой ноги. И какая нога, соответственно, за что отвечает. Тоже можно мониторить. Итак, первое сообщение, которое у нас было. Это Офин призвал тучи, из которых хлынул метеоритный дождь. Тут логично. Сейчас будет огромный-огромный метеоритный дождь, поэтому нужно бежать. Само собой, бежим за спину. Как только видно, что каст скиллов закончился, возвращаемся. Разрушительные световые вспышки падают с небес. Кто-то должен их остановить. Стоят три вспышки. Судя по тактике, описанной на сайте, то либо этот урон будет нанесен одному из противников, то есть одному из героев. Если же вспышка не попадет по конкретному какому-то герою, то урон получают все игроки. Поскольку никто не хочет собой жертвовать, естественно, надо оно нам, да, то все отходят куда подальше, ждут пока шандарахнет эта вспышка, ну и, понятное дело, следим за своим хп. Отхиливаемся у НПСа и продолжаем дальше добивать ногу. По идее, дальше ПЛ. Единственная цель ПЛа это то, что он координирует, какую ногу мы бьем в следующий, но, как видишь, правило простое. Где больше народу, ту ногу и бьем. То есть бить в одиночку одну какую-то ногу отдельную нет смысла. Вот вторая нога это метеоритная нога, та, которая отвечает за метеориты. Но обратите внимание, что по центру с большой задержкой пишется о том, что какая-то там нога была убита, поэтому тоже читаем, что написано и лишний раз не дергаемся. Вот еще один скилл Офин насылает Ядовитый Туман, держитесь рядом с Найвеллой. Вот у нее такой купол. Стоим в куполе, но стоим плотненько. Я заметила, что в прошлый раз, когда был вот этот скилл, в прошлый раз почему-то некоторые игроки получили урон. Не знаю, как это, с чем это связано, но вот так вот стояли в куполе. Хотя здесь тоже, вот как видишь, двое умерло. Продолжаем пить. Офин призвал тучи, из которых хлынул метеоритный дождь. Этот скилл мы уже видели. Отбегаем куда подальше. Как я поняла, он просто по очереди кастует скиллы. Если бы у него сейчас была живая лапа на отхилл, то, вероятно, он бы закастовал отхилл. Но поскольку мы ее убили, то убили. Вот такая надпись еще выскакивает Найвелла в опасности. Защитите ее. Это значит, что за спиной Найвеллы начинают появляться мобы, но они довольно ватненькие. Для меня они красные, то есть по БСу они, ну, видимо, 33 тысячи. Но, вот как видишь, разлетелись очень быстро. Ребятки буквально двое-трое, по-моему, приложили к этому свою руку. Вот я пошла милишником, Валечкой. Соответственно, я старалась всегда как-то уворачиваться от этих, вижу лап, он поднимает вверх, уворачиваюсь и так далее. Вот еще есть у него скилл, он перед собой начинает как будто бы такой ядовитый туман выкидывать. Тоже впереди стараемся не держаться. Две лапы убиты, выскакивает сам мужичок из табакерки. Вот видишь, 20 хп у него. И тут теперь важный нюанс. Обрати внимание, что у него есть два скилла. Первый это он вокруг себя бьет, ну, таким эффектом земли. Назовем это так, как у волшебницы есть такой скилл. И дальше просто лупашит руками вправо-влево. Иногда отлетают еще какие-то анимации, да. Но в целом для моего БСа, 31 тысяча, смертельных скиллов нету. Но, если будешь бить босса рядом с Найвеллой, то Найвелла умрет. Получит очень огромный урон. Мы сняли всего 2 хп, а у Найвеллы уже 50%. И самый важный нюанс, она себя не хилит. Сразу маленький спойлер. Мы из-за того, что Найвелла вот сейчас умрет, она не сможет нас защитить потом от яда. Поэтому я перемотаю на следующую проходку, когда мы все-таки успешно зашли к Офину и зафармили его. Тета Офина мы били, как видишь, прямо под самим Офином. Ноги вроде как не шевелятся, пока он снаружи. Но били подальше от НПСа. Периодически сами подходили, чтобы похилиться, но не задерживались там, чтобы он не наносил урон своими массухами. Как только добрались до 10 хп, даже вот 9,5 босс запрыгнул обратно. И теперь нужно убить две последние лапы. Тут у нас команда как-то немножечко вроде бы рассосалась. Непонятно было, какую ногу бьем, какую не бьем. Но потом определились. Это вот та самая ситуация, когда где больше народу, ту ногу лучше и бить, чтобы не растягивать удовольствие. Хотя, может быть, можно бить и все четыре одновременно. И просто потом быстрее добить, когда первые две снесли, побили боссы и остальные добили. Не знаю, но это как бы растягивание времени. И таким образом ты просто больше скиллов Офина будешь вынужден пережить. Из-за этого больше риска, что ты все-таки попадешься и умрешь. Поэтому вот по очереди бьем все в ассист. Поскольку метеоритной ноги у него уже нету, то метеоры кидать он не может. Единственное, что может, это снова запустить ядовитое испарение, от которых нас спасут с помощью купола. Либо световые лучи. Но он не торопится. Видимо, там есть какой-то кулдаун у этих скиллов. И мы убили целую ногу. Он ни одного скилла практически не закастовал. Хотя, признаться честно, урона у ребят достаточно. Потому что первый заход мы фармили 8 минут и убили только две ноги. И Офину 50% сняли. А здесь мы весь фарм у нас занял 8 минут. В принципе, если назначить, например, 2-3 человек. Либо ПЛ сам может отходить со своей командой, если ты ходишь с группой. То можно будет на мобов отвлекать только 2-3 человек. Вполне хватает ДПС. Всю команду полностью туда отводить не обязательно. Последняя нога убита. И снова выскакивает Офин. Особых каких-то скиллов, тактик я у него не заметила. Единственное, что пока он там выпрыгивает, держаться в сторонке и следить за своим хп, чтобы когда он даст массуху большущую вокруг себя, чтобы пережить ее. У него есть единственный вот такой скилл. Но, опять-таки, я не совсем поняла, что это такое. Я просто бежала в стороночку и пережила спокойненько. А так, похоже, он просто рандомно кидает в кого-то какими-то там скиллами. И с помощью обычного пробела у ворота ты можешь их пережить. Не обязательно куда-либо далеко отходить. Босс убит. И сразу же за первое убийство дается титул. Ну и, естественно, дается знание, которое дает бонусы. Так что ходить сюда нужно. Если есть возможность, попытайтесь сюда пойти, когда у вас поменьше БС. Не знаю, пустит вас, не пустит. Сможете вы пережить или не сможете. Награды здесь хорошие. Как видишь, 100% получается ократ, получаются розочки и куча других полезных ресурсов. Из самого-самого ценного здесь падает розовая бижутерия. Причем не кольцо, как на споте, а именно сундучок, из которого рандомно может выпасть любая бижутерия. Вот так выглядит групповое покорение. Настоятельно рекомендую сюда походить. Также пишите в комментариях ваши впечатления от этого контента. Меня лично, честно говоря, немножечко смущает вот эта вот привязка ко времени и привязка к группе. Поскольку для меня это вот, я настолько привыкла к БДМе, что ты даже мировых боссов теперь фармишь не по времени, а просто через портал Рейли проходишь, то вот эти такие данжики для меня, честно говоря, без будильника я про них тупо не вспоминаю, потому что персонаж стоит в автофарме, в мече, чтобы лишних нагрузок не было на компьютер. Походу придется ставить будильник, либо может быть где-то запускать таймер. Кстати, сейчас в БДМе запустили вот на эти выходные, кто зайдет в игру, на почте у вас лежат вопросики. И вот, если кто-то вдруг не подписан на Дискорды, на Ютубе не увидели сообщения сообщества, то вот вам ответы. Вот мало ли вдруг у вас были вопросы, да? Какой правильный ответ в этом сундучке? Вот такие вот ответы на 10 вопросов. Я так понимаю, что сундуки будут висеть до конца недели, так что сегодня вот суббота видео опубликовалось. Если вы смотрите уже после 8 числа, то, скорее всего, эти сундучки прошлепали, так что не обращайте внимания, как говорится. Для тех, кто не знает, расскажу, что у нас на Трово каждый день проходят розыгрыши шопа, а именно рублей. Для участия в розыгрыше нужно просто смотреть стримчик, точнее нажать на кнопочку «Принять участие», участвовать в боксе, выполнить пару условий и посмотреть стрим определенное время. Ссылочку на Трово можно найти в описании к видео, там же будут ссылочки на наши остальные соцсети, где мы выкладываем новости, даем разные объявления, оповещения. Также вот посмотрите еще вот этот купон, если кто-то пропустил обзор обновления по БДМу, то вот этот купончик вам даст очень приятные полезные подарки. Ну что ж, всем хорошего дня, всем спасибо за просмотр, огромное отдельное спасибо тем, кто смотрит наши видео вместе с рекламой, то есть там либо включает VPN, либо живет в регионе, где эта реклама прокручивается. Спасибо за лайки и за комментарии к видосам. Там у нас будет кулинарный стрим, будем готовить вкусняшку, а 20-го числа пройдет розыгрыш на стриме, там правда будут вопросики по БДО, но викторинка будет очень интересная, занимательная, приходите, посмотрите, может быть даже по БДМу добавлю какой-нибудь вопрос. В принципе, вселенная-то одна, так что ассоциации, может быть, сработают и у тех, кто играет в БДМ. Также будем разыгрывать игрушку Черного Духа мягкую и маленький антистресс Черного Духа. Следите за новостями, подписывайтесь на все каналы и до встречи в следующих видосах. Пока-пока!